Приветствую вас. Честно говоря, не очень я представляю себе, какого ответа вы хотите, потому что ваш вопрос, он такой достаточно общий, такой достаточно глобальный и без обратной связи, без взаимодействия с вами сложно как-то на него ответить, так, чтобы это не выглядело, знаете, чем-то абстрактным, чем-то отвлеченным, отдаленным от вас, от реальной жизни. Вот. Кроме того, вызывает некоторые сомнения ваша фотография, то есть не совсем понятно, зачем вы ее прикрепили. Может быть, вы по ошибке это сделали, по ошибке написали вопрос в психологию, а на самом деле хотели в эзотерику. Но тогда это противоречит тому, что вы написали и подписчики, вы что читали много книг по психологии. Вот. Ну, об этом я тоже скажу позже. То есть, понимаете, да, вот есть противоречия и есть неопределенность. Тут у нас складывают ощущения по тексту, что вы привыкли к своему состоянию, оно вам не нравится, но вы привыкли к нему. И научились даже получать какую-то выгоду от того, что, ну вот, от того, что вы делаете, от того, чем вы занимаетесь, от того, в каком состоянии вы находитесь. Вот. Выгода эта, на первый взгляд, не очевидна, но именно она простимулировала вас задать вопрос именно в таком ключе. Вот. То есть, по сути, задать вопрос, не задав его. Почему я пояснил? Опять же, чуть позже. Вот. Поэтому, понимаете, вы поставили запрос так, текст так, что психологи как бы борются. борются за ваш выбор. То есть, вот, кто лучше ответит вам. Ну, это тоже, знаете, не совсем хорошая базиция, не совсем конструктивный подход, потому что, ну, во-первых, сопротивления, да, соревнования, да, не точно стимулируют вдумчивость, въездливость, кропотливость, внимательность и так далее. И вы как бы стимулируете экспертов себя показать, то есть, как бы проверить, да. Но критерии вы не написали. То есть, вы говорите, не знаю, есть ли здесь кто-то, кто может мне помочь. Ну, вы же, наверное, видели специалистов в разделе психологии. И вот каждый из нас, каждый из нас может вам помочь. Каждый из сколько там, три-четыре тысячи человек. Каждый из нас может вам помочь. Другое дело, что каждый по-своему может вам помочь. Но по тексту вы этого не узнаете. Это узнается только в процессе, вот, изучения профиля, например. Это в процессе взаимодействия со специалистом. Это выясняется в процессе изучения его ответов. Не на ваш вопрос, а вообще, если вы действительно хотите выбрать себе специалиста, с которым вы работали. То есть, вот тут ваш подход оставляет желать лучшего. И я полагаю, что основной причиной этого является вот именно выгода от вашего состояния. В котором вы находитесь. Дальше. Вы пишите, как справиться с кризисом в 30 лет. Знаете, вот, я так полагаю, что это то, что вы делаете в своей жизни. Справляетесь. 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 Обесцениваете. Отвлекаетесь. Убегаете. Потому что справляться с кризисом не нужно. А кризис необходимо раскрывать. Посмотрите, что такое кризис. Это запущенный, да, конфликт. То есть, когда-то был конфликт. Когда-то начался конфликт. У вас, ну, внутривался. Внутриличностный конфликт. Вот. Когда-то он начался. И вы его подавляли. Вы с ним справлялись. Справлялись, 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 справлялись. И в итоге получился кризис. То есть, это тот же конфликт, только в более развитой форме. То есть, не получая своего разрешения, он все более и более разрастался, разрастался, разрастался. Пока не превратился в кризис, кризис. То есть, пока не охватил все сферы вашей жизни. Поэтому подавлять ничего не нужно. Справляться ни с чем не нужно. Нужно раскрывать стороны конфликта. Кто с чем конфликтует. Что с чем конфликтует. И искать компромисс. Между этими конфликтующими сторонами. Дальше. Вы даже не уверены в том, что у вас именно кризис 30 лет. Но вообще кризис 30 лет не пишет так мало, как вы написали. Дальше. Значит. Скорее всего это он. Может быть он. Но вообще похоже больше на невротическое состояние. Конечно. При условиях отсутствия семьи, стабильного дохода, надежды, веры в будущее, верности в себе. Ну. Знаете, можно было бы назвать это кризисом 30 лет, если бы у вас когда-то это все было. То есть если у вас когда-то была семья, если у вас был стабильный доход, у вас были надежды, веры в будущее, веры в будущее, да? Ну. То есть скорее всего надежды это есть до сих пор. И вера в будущее тоже есть в нашем пути. Иначе бы вы не написали. Но от семьи дохода уверенности в себе не было. Я уверен. Не было. Никогда. Поэтому это не кризис. Это определенный жизненный сценарий. Просто сейчас ситуация, ну, приняла, скажем так, совсем нехороший оборот. Вот так, можно сказать. Так что это не кризис пока. При этом с огромным количеством увлечений. Увлечения это здорово, но как они реализуются у вас? Разносторонним кругом общения. Тоже прекрасно. Разносторонний круг общения. Только опять же, для чего? Подчинено ли это какой-то цели? Имеет ли это какую-то структуру? Богатым опытом. Опытом в чем? Знаете, богатый опыт это... Ну... Оценочное осуждение. То есть... Для вас это опыт богатый. Для другого человека... Может быть нет. Поэтому говорить о том, что у вас богатый опыт, это... Ну... Оценивать саму себя. Что является не совсем... Не совсем конструктивным, опять же. Вот. Далее. Новыми знакомствами и так далее. О... 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 Знакомства для чего? Для чего? То есть... Вы знакомитесь, чтобы что? Состояние потерянности в мире. Ну, правильно, ввиду отсутствия четкой цели и консолидации своих ресурсов, упущения всего в жизни, а всего это чего? У вас, как минимум, есть увлечение, разносторонний круг общения, опыт богатый и знакомство. Это вообще означает, как минимум, что вы упустили далеко не все. Дальше, ощущение собственной непривлекательности, но это комплексы, это комплексы, это ориентированность на социальный аспект, а не на личностный. То есть, знаете, к вам же ощущение непривлекательности откуда-то пришло, правильно? То есть вы сделали такой вывод на основании того, как вас люди воспринимают, видимо. Это очень интересный момент, на самом деле. Потому что, с чего вы решили, что вы непривлекательность? Зажатости. Ну, это непринятие себя. То есть, это стыд. Ненужности. Ну, а вы себе-то нужны? Вы зачем хотите быть нужной другим людям? Почувствовать себя лучше. Ну, так вы сперва обратите внимание на свои собственные личные правила, на свои собственные личные границы. Да? Вот. И потом уже выстраиваете отношения к себе, потом отношения к другим, и будете, собственно, благодаря этому нужны. А если у вас нет, опять же, структуры, да, и целей, то как вы будете нужны? Дальше. Полное отсутствие энергии и моральных сил. А на что они тратятся, энергии и моральные силы? На внутренний конфликт. Конфликт чего с чем, кого с кем. Какие у вас голоса раздаются? То есть, ну, внутренние голоса. Кто с кем воюет? Кто с кем сражается? Кто с кем спорит? Спорит. Так, дальше. Я достаточно хорошо знаю себя. С чего вы взяли? Себя не взяли, себя не взяли, хорошо. Читал из-за книг по психологии и пониманию жизни. Книги пишутся не для специалистов, вот это не для клиентов, а для специалистов. Потому что вы прочитали книги по психологии и ничего не начали, это просто баланс знаний, которые вы не умеете, не умеете пользоваться, которыми. Судя по тому, что вы и написали. Сейчас уже ни во что не верю. Ну, не надо верить ни ваше. Надо верить в себя, в свои цели, в свои желания. Не знаю, есть ли тут кто-то, кто сможет как-то помочь выйти из всего этого болота и сбросить груз. Да, конечно, конечно, есть кто, много людей. Вопрос в том, кого вы выберете и по каким критериям, но дело не в этом. Дело в том, что болото, о котором вы говорите, вот именно болото, это не болото, это ваша реальность, вы в ней живете. Просто вы неправильно, неправильно это все используете, поэтому вам кажется, что это болото. То есть, не выбираться нужно из болота, а ориентироваться в нем, принять его, и тогда вы сможете развиваться. Вы не убедите от себя самого. Ну, так же и с грузом, так же и с грузом. С грузом, груз не надо сбрасывать, груз, нужно менять отношения к нему, чтобы он не давил, а помогал. Вот. Да нет, спасибо за ответ. Ну, я думаю, что вам имеет смысл обратиться к врачу, посмотреть физиологические причины, сперва, того, что с вами происходит. И уже потом, если по физиологии все нормально, то потом можно будет уже и работать с психологом. Вот. Ну, еще раз повторю, вы выбрали метод не самый хороший, в плане, ну, выявления экспертов, потому что председатель представьте себе, что тот эксперт, который был бы вашим, да, он просто не ответит на ваши вопросы. Потому что вот ответов 15, с моим будет 16, но будет быть не 20 ответов по итогу, да, вот. Из всего числа специалистов на сайте. Поэтому подход ваш, он принципиально неверный. Понимаете? Вот. Еще раз. Кризис это конфликт. Обратите внимание на стороны конфликта внутри себя. Чего каждая из сторон хочет. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.